Члены регионального штаба Народного фронта в Крачево-Черкесии проводят мониторинг по результату благоустройства городской среды. Составляют акты по недостаткам и предписанию по их устранению. Все документы дублируются и держат на контроле в штабе Народного фронта, так как не всегда подрядчик исправляет ошибки, которые порой несут угрозу здоровью. Такая ситуация сложилась в Черкесске по улице Гагарина, 26. Альбина Ламкова увидела, насколько качественно выполнены работы по благоустройству двора. У мячей уже порвано больше, наверное, 25. Мы примерно считали. Лично мой сын умудрился здесь 7 мячей порвать. А это от 500 рублей и выше. И несколько мячей он порвал буквально в первый же момент, как только он пошел купил, ударил один раз, и было потом море слез. Сын у меня даже форму футбольную себе купил в надежде развивать себя в этом направлении. Но не вышло. Действительно, по всему периметру спортивной площадки из сетки выступают жесткие штыри. Можно с уверенностью сказать, что занятия спортом на этой территории приведут не только к материальным затратам, но и к получению травмы. Хотя обновление площадки было долгожданным. Мы обратились в адрес главы Карачао-Черкесской республики. Глава республики пошел нам навстречу. И в итоге, в общем, мы получили площадку спортивную. Ну, как говорится, в любой бочке меда есть ложка и значительное дегтя. В этом же году по программе благоустройства городской среды по улице Гагарина провели ремонт дворовой территории. По окончанию проведенных работ члены регионального штаба Народного фронта осуществили мониторинг. В результате был составлен акт по выявленным недостаткам. Затем документ был направлен к заказчику в марию Черкеска. Недочеты по сей день не устранены. Однако такая ситуация не у всех. Заказчики стараются исправить ошибку сразу. Скажу так, что ситуация оставляет желать лучшего, потому что, как и в 2021 году, дворы делаются некачественно. Будем добиваться, как и в 2021 год предыдущий, мы не оставим. Все должно быть выполнено. Тем более, что у подрядчика, по вот таким замечаниям, даже есть два года гарантии. Что-то сломано не жильцами, а изначально был дефект в оборудовании или в установке. Жители дома по улице Гагарина все же надеются, что спортивная площадка будет доведена до логического завершения. И на ней можно будет безопасно заниматься спортом. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Весе, Корчаева, Черкесия.